МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Здравствуйте, товарищи! В начале программы коротко о ее содержании. Достигнута договоренность о сроках официального визита товарища Горбачева в Китайскую Народную Республику. Визит начнется в середине мая. Первый промысловый рейс готовится совершить новый рыбоконсервный завод, изготовленный в Финляндии. Навстречу выборам рассказываем о кандидате в народные депутаты СССР. Завершается вывод подразделений Советской Армии из Афганистана. Как воспитывают детей в американских семьях? Репортаж нашего специального корреспондента. Новый год по лунному календарю. Зарисовка, присланная из Сингапура. Итак, информация, репортажи, комментарии. Первый в нашей стране плавучий крабо-рыбоконсервный завод Содружества, построенный по заказу Советского Союза в Финляндии, пополнил флот Дальнего Востока. У причалов Владивостокского порта суда таких размеров еще не швартовались. У этого гиганта от Келя до Клотика 13 палуб. В цехах, оснащенных самой современной техникой, установлено оборудование, не имеющее аналогов в мире. Тут использованы технологии, позволяющие исключить полностью такой тяжелый ручной труд, как рыборазделка. Это судно совершенно новое, автоматизировано. Примерно в среднем где-то на 80% все под автоматикой. Ну, таких судов, как Содружество, не только у нас нет, и за границей, и вообще в мире нет. Сколько видов продукции вы можете выпускать? Крабы мы можем выпускать 50 тысяч банок в сайры, там, ну, любой рыбы можем выпускать 300-400 тысяч банок. Это в месяц? Это в день. Крабо-рыбоконсервный завод Содружества можно с полным правом назвать плавучим городом. На судне для экипажа, а он насчитывает 520 человек, имеются все условия для работы и отдыха. Вот такие одноместные, двухместные каюты, плавательный бассейн, спортзал с тренажерами и сауной, парикмахерская. Свой первый промысловый рейс новый плавучий завод совершит в Охотское и Берингово моря. Сколько нужно времени, чтобы построить дом? Как видите, совсем немного. Ведь это всего-навсего лишь макет, скажете вы. Вот если бы так в жизни на строительной площадке, там-то ведь пока совсем по-другому. Но не спешите с выводами. Представьте, что жилые дома могут сходить с конвейера. Точнее, гостиная, спальня, прихожая, кухня, подсобные помещения в блоках. Их словно штампует специальная машина, разработанная конструкторами объединения, совместно со специалистами проектного института Гостроя СССР. Ну, а как сделать дома непохожими друг на друга? Избежать архитектурного однообразия? Новая технология предусматривает и это. Стоит только сменить оснастку. Причем сделать это можно без остановки производства. Практически все работы, вплоть до внутренней отделки, установки санузлов, отопления, ведутся в заводских условиях, что называется под крышей. А значит, бесперебойный цикл и зимой, и летом, и от погодных условий никак не зависит. Только монтаж под открытым небом, но времени на это, как видите, много не уходит. Тем более, что блоки эти весят меньше обычных. Сделаны они из облегченного и в то же время особо прочного керамзита бетона. Примерно каждую неделю в этом заводском поселке вырастает новый дом. Только в этом году их будет построено более сорока. На мой взгляд, пора дать людям настоящий комфорт в жилище, качество, удобство. Поэтому я сторонник, такой категорический сторонник, перехода на так называемую низкоэтажную высокоплотную застройку. Сейчас разрабатываются новые дома, трех-четырехэтажные для городской застройки. Вот перед нами, скажем, макет такого дома. Это двухквартирный дом в двух уровнях. Здесь, вы видите, использована объемная комната, использована для того, чтобы улучшить архитектуру, как говорят, пластику этого здания. Квартира со всеми удобствами. Великолепная комната, 2,8 высоты и 20 метров площади. Такой дом мы можем возвести за двое суток. И вообще, такой метод строительства позволит в два раза сократить строительство жилья против панельного. И в три раза, а то и в четыре раза против строительства кирпичных домов. Сейчас начато строительство нового производства по выпуску индивидуальных домов на промышленной основе. Это даст возможность обеспечить каждого работника объединения отдельной квартирой к 1995 году. Бензин или природный газ? Предпочтительней, конечно, газ. В этом уже давно убедились автолюбители во многих странах мира. Посмотрите репортаж из Белоруссии. Серийный выпуск таких агрегатов для перевода малолитражек на природный газ первым в нашей стране освоил Новогрудский завод газовой аппаратуры. Система проста, но надежна. Размешается в багажнике и под капотом, и на ходу автомобиля позволяет перейти с бензина на голубое топливо и наоборот. Заполнив тем и другим бак и баллон, можно смело отправляться в тысячекилометровое путешествие. Новинка вместе с ее установкой стоит около 600 рублей. Окупается она за первые два года эксплуатации. Это, так сказать, материальные выгоды. Заметим, что использование газа в качестве горючего для автомобилей поможет оздоровить экологическую обстановку. Выпуск на Новогрудке за год 60 тысяч таких комплектов – важный шаг в этом направлении. Но их производство пока сдерживается. Причина хорошо известна – отсталость нашего автосервиса, нехватка заправочных станций и центров, где можно было бы смонтировать аппаратуру. Началась реконструкция канала имени Москвы. С завершением его строительства 52 года назад появилось понятие «Москва – порт Пяти морей». Но это не только транспортная система, но и артерия, снабжающая город водой. Оборудование, хотя и было сделано добротно, свой гарантийный полувековой срок отработало. Сам канал – это как бы лестница из шлюзов, которые начинаются у Дубны и заканчиваются здесь, где мы снимаем репортаж в московском районе Щукино восьмым шлюзом. Происходит завершающий этап по замене металлоконструкции двухстворчатых ворот. Это впервые в нашей стране меняется такие крупные ворота новым прогрессивным способом. Вес какой этих ворот? Масса этих новых ворот – около 200 тонн. И вот представьте, по старой технологии на их замену не хватило бы не только зимнего периода, но и навигацию пришлось бы сократить в лучшем случае на месяц. А это очень большие народно-хозяйственные убытки. Поэтому секции были смонтированы здесь на эстакаде, оставалось их только опустить. Но не было у нас такой грузоподъемности крана. И вот в Австрии, по нашему заказу, и был специально создан речной вариант, и рука этого богатыря осиливает тяжесть в 350 тонн. Машинисту в кабине помогает электроника. Вся операция по замене ворот заняла один день. А сколько на канале еще вам заменять ворот? Да, это вот первые ворота практически, которые мы меняем с помощью этого мощного крана. Таких ворот еще остается 15. Конструкция их более совершенна. И заменять их уже придется где-то в середине 21 века. Добрый вечер, товарищи. Я хотел бы начать сегодняшний обзор международных событий репортажем из Афганистана, где готовятся к возвращению на родину последние подразделения советских воинов. Мы хорошо представляем себе, с каким нетерпением ждут на родине подробных сообщений о завершающем этапе возвращения домой наших солдат. Сложнейшая боевая операция, какой является вывод войск, развивалась и развивается по четким планам, графикам, в полном соответствии с замыслом командования. Войска движутся к советской границе на западе и востоке Афганистана. Идут днем и ночью. Остановки в пути лишь для заправки техники и отдыха механиков-водителей. Афганские дороги никогда не были для них легкими. Шальные пули, мины. Впрочем, теперь все меркнет по сравнению со знанием, что это, наконец-то, дороги к дому и совсем уже скоро для всех. Вот на этой схеме нанесена главная дорога, по которой возвращаются сейчас на родину советские боевые части. От Кабула до Хайратона на афгано-советской границе. Товарищ генерал, вы отвечаете за перевозки по дороге. И вы знаете, я обратил внимание, что навстречу нашим боевым частям идут и большие транспортные колонны с различными грузами. Чем это объясняется? Дело в том, что советским правительствам было принято новое постановление о дополнительных поставках безвозмездной материальной помощи Республике Афганистан. Естественно, были поставлены соответствующие задачи по перевозке народно-хозяйственных грузов. В первую очередь, муки, зерна, других продуктов, Афганистану. Поэтому вот эти вот все колонны, они... Вот они обозначены здесь у вас. Двигаются на Кабул. Остается совсем немного времени до 15 февраля. Реально ли выполнить такие большие задачи? И вывод войск, и переброска крупного партии продовольствия? Значит, нам, в общем-то, удалось спланировать. Ну и в план также входит то, что мы, допустим, будем передавать транспорт весь, прямо груженный с этим продовольствием в Кабуле. Определены, каким организациям передавать это продовольствие и транспорт. А личный состав этих колонн, водители, начальники колонн, будут отправлены самолетами на территорию СССР. То есть задача будет к 15 февраля выполнена? Так точно. Задача в обязательном порядке будет выполнена. А сейчас я познакомлю вас с видеосюжетами, которые мы получили от зарубежных телекомпаний. В Парагвайе приведен к присяге новый временный президент страны, дивизионный генерал Андрес Родригес. Он возглавил военный переворот против диктатора Стресснера. В состав нового парагвайского правительства вошли 7 гражданских лиц и 2 генерала. Новый президент заявил, что его правительство полностью контролирует положение в стране. Тысячи жителей столицы Парагвая, Асуньсиона и других городов страны вышли на улицы, чтобы отпраздновать свержение диктатуры. В Вашингтоне завершилась встреча министров финансов и президентов Центральных банков США, Японии, ФРГ, Великобритании. Франции, Италии и Канады. Партнеры Соединенных Штатов выразили Вашингтону тревогу в связи с сохранением огромного дефицита федерального бюджета. На встрече обсуждалась и проблема внешней задолженности развивающихся стран. Однако участники встречи не выработали нового подхода к решению этой острейшей проблемы. Австралийская королевская комиссия продолжает расследование обстоятельств гибели аборигенов в тюрьмах и полицейских участках страны. Сейчас на рассмотрении комиссии находятся более ста таких дел. Версии о самоубийствах вызывают большое сомнение в общественности, ведь именно по ее требованию и была созвана эта комиссия. В Рио-де-Жанейро и других городах идут последние приготовления к самому любимому празднику бразильцев – ежегодному карнавалу. Однажды он продолжался подряд пять дней и ночей, но и это не предел, считают организаторы нынешнего карнавала. В нем примут участие миллионы бразильцев и тысячи туристов со всего мира. Чему мы учим своих детей? Как приучаем к труду? Как готовим, скажем, к самостоятельной жизни? Вот эти и другие подобные вопросы занимают родители, наверное, во всех странах. О некоторых особенностях воспитания американских детей рассказывает наш корреспондент, который недавно побывал в Сиэтле. Каждый вечер в любую погоду 15-летний Джефф Малин со своей сестрой разносит по окрестным домам газету «Сиэтл Таймс». Подростки, которые учатся в школе и одновременно работают, в США – обычное явление. Причем у большинства таких ребят вполне состоятельные семьи. Родители Джеффа, например, живут в собственном доме, едва ли не в самом престижном районе города. Отец – высокооплачиваемый чиновник муниципалитета, неплохо зарабатывает и мать – инструктора школьного воспитания. 160 долларов в месяц, которые получает Джефф – чисто символическая сумма в бюджете семьи. И все же Джефф изо дня в день отправляется по привычному маршруту. Что, так нужны карманные деньги? Или причина в чем-то ином? Мне нравится испытывать чувство ответственности, говорит он. Мне нравится, что я помогаю родителям платить за мое образование. И кроме того, я ощущаю, что моя работа нужна людям, и это для меня тоже важно. Эта работа досталась Джеффу по наследству от старшей сестры, а скоро перейдет к средней. Пока что она учится у брата, помогая ему, причем Джефф платит ей за это часть своего заработка. Придет время, и разносить газеты станет самая младшая сестра Джеффа. Так что у малинов-младших своего рода маленький семейный бизнес. А как к этому относятся родители? Все началось с того, рассказывает отец, что наша старшая дочь захотела учиться в частной школе, а это гораздо дороже, чем в государственной. Раз ты настаиваешь, сказали мы ей, тебе придется взять на себя половину расходов на обучение. И она решила разносить газеты. Как видите, Джима Маллина, занимающего немалое положение в обществе, ничуть не смущает то, что он поощряет своих детей-школьников подрабатывать по вечерам. Рано или поздно им придется жить самим, принимать массу самостоятельных решений. А для этого они должны понять главное. В жизни все надо зарабатывать своим трудом. За все надо платить. Старшая дочь уже начала самостоятельную жизнь. Она учится в другом городе, а к родителям приехала на каникулы. Скоро и Джефф станет бывать здесь лишь в гостях. А там, глядишь, за ними последуют и младшие сестры. Очень часто дети в Америке рано, задолго до женитьбы или замужества, отделяются от родителей. И не потому ли отчасти, что рано сами начинают зарабатывать деньги? Возможно, Джим Маллин с женой однажды пожалеют вот за этим опустевшим столом, что поощряли в детях самостоятельность. Но ведь, с другой стороны, дети теперь твердо стоят на ногах. Что ж, действительно, в жизни за все надо платить. Сегодня многие города на планете задыхаются от самых разных проблем. Загрязнение воздуха, транспортных пробок, перенаселение. Но если эти проблемы как-то и можно решить, то найти новые площади под строительство весьма сложно. Особенно острая нехватка земли стоит в крупных городах Японии, в Токио, например. И вот японские инженеры сейчас прорабатывают варианты строительства на искусственных островах. Их подсчеты показывают, что возведение зданий и других сооружений обойдется в этом случае раз в 10 дешевле, чем в центре Токио. Каждый приморский город хотел бы иметь обращенный к морю уникальный, запоминающийся фасад. Однако береговая линия Токио сейчас – это в основном бесконечные портовые сооружения от сверхсовременных до явно устаревших ряды безликих складских зданий. Уже совершенно ясно, что освоение акваторий Токийского залива – это единственный путь развития скученного, перенапряженного центра японской столицы. Существуют сотни проектов – от создания домов кораблей до строительства целых плавочих районов с высотными зданиями. Городские власти Токио видят будущее в развитии уже намытых искусственных островов. Глянем на них с 90-метровой высоты башни морского музея. Здесь будет создан так называемый «Токийский телепорт». На площади в 448 гектаров разместится по существу новый город, который станет международным деловым центром. Он будет оснащен самыми современными средствами связи со всем миром, новейшими транспортными системами. Люди, которые будут жить и работать здесь в 21 веке, оценят удобную городскую среду и окружающие зеленые массивы. Первая задача – создание сети городских скоростных дорог, которые свяжут острова со столицей. В заливе уже идут большие работы по строительству эстакад и мостов. Планы грандиозные, но реальные. Об этом говорит ход работ над другими проектами, ближе к побережью, где новые кварталы уже обретают свои очертания. В ночь с 5 на 6 февраля по восточному лунному календарю наступает Новый год. И, как к любому празднику, готовиться к нему начинают заранее. О том, как это происходит в Сингапуре, рассказывает наш следующий репортаж. По традиции, до наступления праздника надо расплатиться с долгами, сделать генеральную уборку в доме, украсить его. На базаре, чем-то напоминающем наш елочный базар, покупается мандариновое деревце. Его плоды символизируют здоровье и достаток. Здесь же веточки вербы, распустившиеся вишни. Они напоминают о скором приходе весны, начале нового этапа в жизни. Китайские фонарики – еще одна неотъемлемая часть праздника. В их изготовлении местные умельцы достигли высокого мастерства. Некоторые фонари представляют собой целые композиции, сцены из классических произведений. В праздничном убранстве все имеет свой смысл, свое значение. Карп, например, это символ долголетия. Парные и четные изображения мандаринов, птиц и рыб – это знак семейного счастья. Один из главных участников праздника – дракон. Он символизирует могущество, удачу, гармонию и благополучие. Поэтому дракон – непременный участник подобных праздников, а не только символ уходящего года. Ну и, конечно, на празднике присутствует змея. Ведь именно год змеи наступает в ночь с 5 на 6 февраля. В эти минуты в студии Центрального телевидения идет видеозапись советско-французской программы «Телескоп-шоу». Ее создание приурочено к празднованию 200-летия Великой Французской революции. Для участия в программе музыкальная редакция «Гостелерадио» и французская телепрограмма «Антенн-2» пригласила знаменитый Ленинградский симфонический оркестр, которым руководит Юрий Тимирканов. Съемки будут проходить не только в студиях телевидения. Создатели покажут в программе памятники культуры Москвы, Подмосковья, Ленинграда. Французские телезрители увидят «Телескоп-шоу» 27 февраля, а советские – 11 марта. Скажите, как возникла эта идея создания такой программы? Я не очень знаю, как это все начиналось, но только знаю, что это предложение лестно и для меня, и, я думаю, и для оркестра тоже, потому что эту программу, которую ведет Жак Шанцель, будут смотреть миллионы и миллионы людей во всем мире. И поэтому я думаю, что это очень важно, участие наше в такой программе, чтобы миллионы людей увидели нашу страну через наши культурные достижения. Как складывается у вас отношение с оркестром, который еще многие называют оркестром Моровинского? Я ничего против этого не имею, что это оркестр называется оркестром Моровинского. Это, наверное, справедливо, потому что во главе этого оркестра стоял 50 лет этот человек. Но я горд первыми нашими акциями с этим оркестром. Я хочу сказать, что после того, как я сыграл несколько концертов в пользу Армении, и потом решил, что это какое-то внешнее проявление сострадания к армянам, к трагедии армянского народа, я решил перечислить туда месячную зарплату. И я очень горд, что весь оркестр сделал то же самое. Так что наши отношения складываются замечательно. Здравствуйте, товарищи! Очевидно, начавшийся новый олимпийский цикл будет выдвигать и новых лидеров в различных видах спорта. Без сомнения, в прыжках в шестом вместе с Сергеем Бубковой на ведущей позиции прочно вышел Родион Гатауллин. Выступая в Гомеле на зимнем чемпионате страны, серебряный призер Олимпийских игр, установил новый мировой рекорд для закрытых помещений – 6 метров 2 сантиметра. Гатауллин превысил свое же достижение, установленное 22 января этого года в Ленинграде. На этих же соревнованиях не устоял рекорд СССР в ходьбе на 5 километров. Его побил москвич Михаил Щенников – 18 минут 15,91 секунды. Неплохие шансы на успех в розыгрыше Кубка Кубков у баскетболистов Каунацкого Жальгериса. И потому любой матч с их участием особенно интересен. В очередной встрече чемпионата страны Жальгерис довольно легко переиграл киевский строитель – 106-97. Хотя результат, на первый взгляд, и не очень убедительный. Этот небольшой фрагмент встречи взят целиком, почти без монтажных сокращений. И довольно характерен. Именно эти баскетболисты – киевлянин Волков и его соперники Куртинайтис и Сабонис окажутся в итоге самыми результативными в этой игре. Ну а когда окончательный исход поединка уже не представлял ни для кого секрета, игроки Жальгериса решили доставить и себе, и зрителям, максимум удовольствия. Субтитры создавал DimaTorzok В Алма-Ате на чемпионате страны по конькобежному спорту в спринтерском многоборье несомненным лидером был минчанин Игорь Железовский. Он выиграл все четыре дистанции. Причем единственный, кто пробежал 500 метров быстрее 37 секунд – 36,90. У женщин чемпионкой стала Елена Гончарова из Челябинска. В заключительный день лыжных соревнований в Бакуриане прошли гонки в розыгрыше Кубка СССР. У мужчин на дистанции 15 километров лучшее время показал алматинец Владимир Смирнов, а у женщин 10-ти километровую дистанцию выиграла Раиса Сметанина. Они возглавили сборную СССР, которая в середине февраля выступит на чемпионате мира в Лахте. В ничью завершилась четвертая партия матча претендентов на пенисты мира по шамботам между Карповым и Хьяртерсеном. Счет стал 3-1 в пользу экс-чемпиона мира. Венгер Портиш выиграл у голландского гроссмейстера Тиммана третью партию такого же матча и ведет в матче со счетом 2-1. В картины до Ампеца стартовал чемпионат мира по бабслею. 38 экипажей, двоих вступили в борьбу. На каждой трассе фиксируются рекорды, скорости, времени и, очевидно, необходимы определенные условия, чтобы эти рекорды пали. Видимо, все предусмотрели швейцарцы Ведер и Гербер. Они промчались так быстро, что побили все рекорды и, естественно, стали лидерами после двух заездов. 7,7 проигрывают им Кипурс и Интлерс, советские спортсмены. Особых надежд на благополучный исход матча на кубок Дэвиса с командой Чехословакии у нас, откровенно скажем, не было. На сегодня чехословацкие теннисисты сильнее, и они это подтвердили. Проигрывая после первого дня 0-2, сборная СССР могла еще побороться в случае победы в парной встрече. Но и здесь Томас Шмидт и Петер Корда выглядели мощнее нашей пары Андрей Ольховский и Андрей Волков, которые уступили в трех сетах. Причем проиграли почти без борьбы. Вот что огорчительно. А теперь прогноз погоды 16-летней давности. По сведениям Гидромедцентра СССР, завтра, 5 февраля, в Эстонии, Латвии и Литве дождь от 1 до 7 градусов тепла. В Белоруссии плюс 1,6. На Украине и в Молдавии плюс 2,8 градусов. В Крыму до 12. В Грузии 4,10 градусов тепла. В Армении без осадков ноль минус 5. В Азербайджане дождь плюс 5,10. В Мурманской области плюс 1, минус 4 градуса. В Архангельской области от минус 3 до плюс 2. В Ленинграде 1,3 градуса тепла. Обычно только в очень суровые морозные зимы звери и птицы стараются быть поближе к человеку. Они чувствительны к добру. И оказавшись в бете, надеются на нашу помощь. Ищут у людей защиты. Многих поразило на днях сообщение из Ленинграда. О том, что в пригородах была замечена рысь. Видимо, и на ее поведение как-то повлияла нынешняя, необычно теплая, не устоявшаяся зима. Всего около 25 тысяч осталось в природе этих северных лесных красавиц. Обычно очень осторожных и никогда не идущих на контакт с человеком. А вот подмосковные энтузиасты, звероводы из совхоза Салтыковский решили серьезно заняться разведением рыси в неволе. И кое-каких успехов, несмотря на массу трудностей, уже достигли. Сегодня в вольерах хорошо перезимовали 15 необыкновенно симпатичных северных рысей. Ну, а на дворе уже властвует капризный февраль, и все светлее каждый его день. Приближается природа к весеннему равноденствию. Ведь в феврале зима с весной встречается впервой, гласит народная поговорка. А к концу месяца ее приметы будут особенно ощутимы. Уже значительно прибавится день, увеличатся оттепели и снежные метели. Да и они будут все чаще и чаще сменяться мокрым снегом и по-весеннему солнечными, как сегодня, днями. Завтра в Москве и Подмосковье облачно. Температура ночью 0,2, днем 3-5 градусов тепла. Ветер западный. Субтитры подогнал «Симон»